ну что всем привет привет дорогие мои меня зовут влада я венский искусствовед и гид и сегодня провожу вам онлайн экскурсию из вены наверное вы все видели голосование было голосование за какую экскурсию имперская вена или тайны старой вены ну и общему мнению к общему мнению мы пришли с вами будет тайны старой вены но пожалуйста не отписывайтесь от меня сразу после экскурсии я проведу для вас имперскую вену отдельно обязательно следите за анонсами привет привет верно напишите мне из каких вы городов буду рада знать это напишите кто был в вене комменты я отключу конечно ну пока хочу увидеть ваши приветствия очень рада видеть и экскурсию я сохраню обязательно на 2 24 часа отдельно сохраню потом тоже выложу до саратов харьков очень здорово очень здорово рада безумно всех вас видеть но пока немножко предисловия наверное каждый из вас догадывался что вена это очень старый город и действительно это так вена была основана еще в двенадцатом веке если мы будем сравнивать например со славным городом москва может кто-то помнит что москва была основана в 1000 в 1147 году так вот вена легко отчитать на 10 лет раньше то есть год основания 1137 год и начиналось со собора святого стефана и город был тогда небольшой в двенадцатом веке окружен город был стеной крепостной которую снесли только в девятнадцатом веке и вот этот старый город называют местный внутренний город внутренний город и является центром по которому мы сегодня с вами гуляем средневековая вена старая сохранилась вот этими тайными мистическими улочками где находятся масонские ложи где встречаются тайны сообщества мы сегодня с вами гуляем то есть имперской вены сегодня не будет и эта экскурсия для продвинутых путешественников которые уже может быть бывали в вене вот такая у меня идея на сегодняшнюю экскурсию классно классно да все все комментарии читаю очень рада всех вас видеть но что и гуляя вот этими улицами средневековыми на каждом шагу мы будем встречать памятники архитектуры эфир продлится кстати один час до немножко такой организов организационный момент и я хочу попробовать отключить комментарии да я выключаю комментарии так что не обижайтесь в конце включу комментарии выключаю чтобы конечно у вас был видят полный экран и начинаю я возле вот этого красивого желтого домика сейчас я буду на него переключаться в этом доме располагается кафе фрауенхубер находимся мы недалеко от пешеходной улицы кертнерстрассе ну для вашего ориентирования она где-то вон там и кафе фрауенхубер чем она знаменита тем что открыл его господин фрауенхубер это личный повар марии терезии императрицы великой которая правила здесь 18 веке 40 лет в эпоху просвещения ну и наверное мария терезия это вот австрийская екатерина 2 и вот здесь вот можно увидеть табличку который нам рассказывает 1788 год основала это этот ресторан очень престижный франциям и что важно здесь было это был первый концертный зал в вене что значит первый концертный зал ну нужно представить что тогда не было концертных залов нашим с вами представлении то есть можно было артистам и музыкантам выступать прямо в ресторанах то есть нужно представить что великие для нас композиторы такие как моцарт бетховен выступали здесь на втором этаже на первом этаже то есть публика приходила все они занимались своими делами аристократы конечно выпивали и общались где-то на заднем плане играли великие музыканты нужно представить что и опера раньше выглядела иначе до 19 века на представление в венскую оперу приходить можно было в любое время горел свет и напитки носили шампанское еду прямо в портер то есть представьте конечно это все мешало безумно музыкантам и только в начале двадцатого века да густав малер знаменитый директор и дирижер венской оперы решил все таки волевое решение принял и он решил выключить свет сократить представление до трех часов ну не пускать опоздавших вот такая история с этим местом связано давайте мы с вами посмотрим еще здесь интересный дом есть в переулке так я снова переключаюсь на вену вот тут смотрите какое роскошное здание очень невыгодно располагается в переулке это зимний дворец принца евгения совойского может кто-то знает это имя это имя связано с турецким нашествием 1683 года страшная беда для вены которая тогда являлась буквально центром мира называли ее золотое яблоко это были ворота из восточной европы в западную европу поэтому вся европа вставала здесь возле вены защищали границы от турок и вот принц евгений смог спасти вену потом будапешт навсегда турок прогнали и он стал респектабельным очень человеком и смог купить себе здесь в центре вены место под этот роскошный дворец стиле раннего барокко и представьте в этом дворце вот еще два года назад было было министерство финансовая налоговая инспекция то есть это было офисное здание где сидели чиновники и решили все-таки создать из этого роскошного здания музей сейчас музей в вене к сожалению закрыты ну до 1 июля говорят что с 1 июля музей открываются и вот здесь вот находится музей принца евгения савойского той гениальной личности может быть кто-то из вас знает музей дворец бельведер как нибудь с вами туда сходим это летняя резиденция принца евгения савойского роскошное здание внутри тоже очень советую вам сюда сходить может быть сходим когда вена откроется музей откроется я двигаюсь дальше но по дороге буду вам рассказывать немножко про принца евгения савойского интересно что он приехал из франции сюда в вену служить он должен был французскому королю королю солнце людовику и получилось так что принц должен был при дворе занять другую должность а именно хотели чтобы он стал священником замаливал грехи семьи но он был человеком тщеславным он поехал в вену и здесь его тщеславие пришлось ко двору потому что очень нужна была помощь во время турецкого нашествия принц был очень комичная на самом деле личностью персонажа можно сказать так выглядел как квазимода почему потому как он был очень большого роста горбатенький еще и нетрадиционной ориентации говорят часто носил женское платье в вену буквально бежал женском платье однако впоследствии охотно себя сравнивал с королем солнце и даже называл себя аполлоном да если пойти в бельведер вот в эту летнюю резиденцию принца евгения то можно увидеть там апофеозы аллегории где принц евгений себя представляет именно как на что мы двигаемся дальше и пришли мы на закоулок который находится прямо за магазином штефль да может кто-то знает этот знаменитый торговый центр вот здесь располагается улочка раунштейн газ и вот она и на этой улице стоял дом вот на этом месте дом в котором умер в орган хамадей моцарт конечно моцарт родился не вене многие из вас знают это он родился в зальцбурге но в вене прожил 10 лет и это было были самые важные годы в его творчестве самый расцвет и вот 5 декабря 1791 года он умер наверное многие из вас слышали что почему умер моцарт до сальери отравил моцарта все мы с вами читали пушки надо его версию часто принимаем за чистую монету но на самом деле в вене ведутся исследования по этому поводу и в соборе святого стефана нашли исповедальную тетрадь и вот в этой тетради раньше записывались исповеди представьте и нашли якобы предсмертную исповедь сальери где он пишет что действительно моцарт отравили отравили его никто иной как масоны и может быть вы знаете волшебную флейту это знаменитая опера знаменитейшая опера которую написал моцарт и вот это якобы опера заказана масонами и он в этой опере нарушил основное правило братьев раскрыл их и масонская история в вене до сих пор актуальна сейчас я вам покажу масонскую ложу вот она на этой же улице раундштейнгассы и вот в эту масонскую ложу входил ходили многие аристократы она до сих пор действующие вот это здание принадлежит масоном да и масон это свободные каменщики видите здесь висящий вот этот неровный камень изначально это были архитекторы строители соборов которые возводили огромные соборы и потом они ушли но осталась идея как архитектор скульптор работает над неровным камнем убирает неровности камня так человек должен работать над своей душой убирать неровности своей души и вот здесь видите три ручки в виде треугольника сложены также атрибуты масонов это мастерок и циркуль видите на двери вот этот ромб да это два мастерка два циркуля сложены есть звоночек но нет никаких познавательных знаков мышца сообщества до сих пор тайная хотя у них есть веб-сайт да и на веб-сайте тоже есть уже списки братьев то есть сейчас уже в австрии много становится более прозрачным вот такая история ну я охотно на самом деле верю в эту историю придерживаюсь может быть действительно масонский след здесь связан со смертью моцарта может быть в общем заговор был и моцарт ничем не болел потом вдруг внезапно представьте слегка за две недели очень сильно распух у него болели суставы и доктор приехавший написал что у него пневматическая лихорадка обычно такие диагнозы доктора ставили тем когда если доктор не знал чем человек более ну лечили тогда понимаете как кровопусканиями пиявками что еще больше ослабляло организм мы двигаемся с вами дальше по вот этим средневековым улочкам видите очень стихийная застройка сюда редко забредает туристическая нога здесь можно увидеть вот эту брусчатку старинную я помню когда вене и на пешеходных улицах были такие же везде была такая же брусчатка потом поверхность заменили я живу вене уже 14 лет и могу сказать что практически ничего не изменилось чуть-чуть вена стало посовременнее вай-фай появился да ну и то не везде и вот здесь располагаются ресторанчики вкусные которые пока к сожалению закрыты на карантине но в вене уже вот с 1 мая мы ждем открытия ресторанов и открытия отелей да но также сегодня прочитала что себастиан куртс да наш знаменитый премьер-министр все-таки сказал что в ресторанах мы будем находиться в масках не знаю правда как кушать маски это очень странно и здесь на углу можно увидеть интересную скульптурку это кафе не к кошачье кафе видите может быть поближе да вот эта скульптурка там кошечка здесь вот повсюду кошечки кошачье кафе здесь живут и работают пять кошек породы микун может быть знаете это такие кошки которые очень умные как собаки можно дрессировать очень большие сейчас говорят очень популярны в россии видите вот эти зигзагообразные улочки по которым я брожу наверное раньше в средневековье удобно скрываться по таким улочкам от погони например если лучники за тобой гонятся сейчас вот еще повернусь покажу уголовую вторую улочку на перекрестке также хочется отметить что дома здесь относятся к 12 веку но не фасады а фундаменты фасады это 17 век видите там наверху на домик похоже надстройка с какой-то палкой странный при помощи этого приспособления поднимали шкафы большие предметы мебели наверх на верхние этажи и интересно что здесь в вене застройка старинная и дома вот эти уходят на три этажа вниз представьте на 17 с половиной метров здесь вот в первом районе в центре все дома уходят вниз что там было раньше там жили и бедные люди люди нише своих населения потому что в вене не хватало жилья была стена вокруг города за стену никто жить не хотел выше дома строить было нельзя выше чем дворец ховбург чем дворец императора и под землей был настоящий город там шла торговля ходили люди ездили извозчики представьте и собора святого стефана из центра на извозчики можно было доехать даже до летней резиденции до шинбруна под землей что там сейчас но во многих домах кладовые какие-то винотеки и раньше можно было из дома в дом тоже переходить под землей но сейчас переходы засыпали чтобы избежать конечно ограблений мы пришли с вами на улочку на площадь я бы даже сказала которая называется францискандер плац площадь францисканцев и здесь находится церковь францисканцев вот я вам ее показываю это итальянский католический орден который почитает святого франциска здесь живут монахи монастыре вот слева и эта церковь уникальна тем что здесь фасад сохранился с возрождения итальянского это было все жутко не модно при марии трезе 18 веке все церкви перестраивались новом стиле барокко и только вот эти независимые францисканцы могли отстоять свою церковь она сохранилась практически в оригинальном виде францисканцы были всегда знамениты благотворительностью чем же они занимались какой благотворительностью они приглашали ну как приглашали сгоняли со всей австрии девушек легкого поведения и давали им второй шанс в жизни каким образом они давали возможность заработать девушки вышивали шили и зарабатывали даже себе на приданные могли выйти замуж такие дела но говорят если девушка вновь вступала на скользкую дорожку с ней поступали очень жестоко садили в мешок и топили в дуная чтоб другим было неповадно такие вот жестокие средневековые истории также может быть кто-то обратил внимание на скульптуру перед церковью если приглядеться можно узнать ветхозаветного моисея вот здесь вот внизу на изображении находятся евреи которых он 40 лет гонял по пустыне и моисей как узнаваем в истории искусства на голове у него видите рожки это интересно почему рожки потому что в библии на есть место что моисей сходил на синайскую гору встретился с господом и лицо было его озрено лучами вот эти лучи два луча торчали у него из головы буквально как рожки да и микеланджело так изображал моисея и сикстинская капелла да если были ватикане таким образом тоже создана там тоже можно увидеть рогатого моисея здесь ракушками обыграны эти рожки буквально похож наш моисей на бога морей никто на я так сказала ну и на этой улице тоже видите старинные дома им по 300 лет вот в этом доме говорят живет анна нетребко то есть конечно в первом районе много пентхаусов знаменитостей но тоже парадокс что раньше богатые жили у нас где на вот этом первом этаже по 1 это по европейскому да по нашему это второй да а теперь самое престижное жилье наоборот наверху на галерке раньше где маленькие окошки там самом верху жила прислуга сейчас у нас все поменялось и здесь же вот эта зеленая кляне с кафе маленькое кафе располагается сейчас пока закрыта до скоро откроется это самое маленькое кафе в вене очень его любят там всего несколько столиков для одного или двух человек и размером кафе с вот этот портал ну конечно летом очень здорово вот эти столики можно выставлять и здесь тоже стоят столики и получается заходишь на эту площадь и здесь у тебя настоящая общественная гостиная особенно по субботам любят посидеть здесь венцы на площади францисканцев так что вот совет субботу можно будет прийти на бранч когда нам разрешат уже приезжать вену выезжать из вены какие прогнозы все меня спрашивают в директ когда когда откроют границы но говорят что евросоюз будет закрыться до осени не знаю посмотрим но музеи говорят с июля уже будут открывать австрия кстати стала первой страной которая решила ослаблять все ограничения и благодаря тому что австрийцы такие самосознательные здесь у нас не так много заболевших это очень здорово по статистике насколько я помню 14 или 18 тысяч всего до зараженных умерших чуть больше 200 мы идем с вами дальше по старому городу здесь у нас встречаются и роскошные дворцы которых проживали аристократы их городские дворцы сейчас вот с левой стороны вы увидите один из таких дворцов эпохи барокко аристократы чешские но тогда богемские венгерские там ведь сохранились гербеях и в 1918 году все это было национализировано то есть пролежит в основном все дворцы принадлежат теперь принадлежат теперь республике здесь находят офисы или административные здания но тоже очень интересно что в вене тут же рядом с пентхаусом знаменитостей есть и социальное жилье для простых людей австрийцы очень любят создавать такой микс чтобы не было расслоения населения и вот здесь вот средневековая улица блуд газ и блуд на это кровь кровавая улица по легенде здесь бились рыцари и вот по этой улице вниз текли кровавые потоки может быть так было но 70-х годах 20 века здесь были отреставрированы квартиры и здесь поселили венцев 70 процентов населения вены живет съемных квартирах это тоже нужно узнать почему потому что они принадлежат государству муниципалитету их нельзя купить и передается право аренды по наследству как мы в россии в украине передаем по наследству квартиру здесь передают только право аренды на эту квартиру здесь кстати видите знак это может быть видит этот крест да знает это крест который носили на груди у себя рыцари тевтонского ордена сейчас это немецкий орден и я вам покажу сегодня еще церковь тевтонского ордена которая находится в вене тоже очень она знаменита и вот эти отреставрированные дома конечно нельзя находить там живут люди но мы зайдем во дворик я вам сейчас примерно покажу как это выглядит я вижу что дворик открыт мы можем с вами сюда заглянуть так и живописненько многие говорят визуально напоминают одессу такие дворики тоже есть наверное в одессе здесь висят сушится белье висит у австрийцев цветы и здесь можно увидеть балконы которые называются повлачен это из богемского языка якобы пришло слово на самом деле это не балконы это коридоры которые находятся не внутри дома а снаружи то есть человек чтобы попасть свою квартиру проходит по вот этой лестнице наверх и уже идет по улице в квартиру и более того ведь вот двери переход из комнаты в комнату у многих тоже по улице конечно не очень практично особенно зимой иногда заходишь здесь кто-нибудь ходит вот этим коридорчиком в тапочках халате здесь также можно увидеть входы под землю видите вниз зеленый вход здесь тоже покрашен зеленый то есть некоторые шли к себе наверх некоторые жители шли вниз под землю как я сказала дома уходят на три этажа вниз конечно сейчас никто там не живет сейчас там находятся кладовые для хранения старых лыж например тоже вход на что мы двигаемся с вами дальше мне на самом деле очень нравится это в вене в австрии что нет такого расслоения населения как во многих странах и примерно все одинаково получают чтобы представляли в вене средняя зарплата 2000 евро на при этом аренда квартиры стоит где-то 700 800 евро это примерно двухкомнатная квартира размером 50 квадратных метров и при этом каждый может позволить себе сходить в ресторанчик при желании съездить в отпуск в италию в хорватию и примерно люди одеваются одинаково живут одинаково то есть такой социализм получается с капиталистическим лицом что мы подошли с вами к важному дому на этой улице блут газ располагается снова до моцарта моцарту видите успел пожить нескольких местах вот этот серый дом да это музей моцарта здесь он написал свадьбу фигара здесь он снимал квартиру как раз вы видите окошки эти четыре окна принадлежали это квартира до который снимал моцарт квартира ему конечно не принадлежала квартира очень дорогая потому что на расход находится прямо в центре вены и конечно моцарт имел деньги он хорошо зарабатывал давал частный концерт у него были подписчики как сейчас нас в инстаграме подписчики у моцарта были подписки аристократических семей более 150 и эти аристократические семьи регулярно посещали его концерты которые моцарт давал в разных локациях это было его это был его заработок и это было очень престижно потому что он был независимым музыкантом первым свободным музыкантом вообще в мире да если сальери был придворным музыкантом то моцарт независимым что касается битвы до сальери моцарта на самом деле сальери уже был признанным музыкантом гораздо старше моцарта и в нем конкурента никакого не видел но было придворное соревнование и надо сказать что император иосиф второй золотую медаль отдал все-таки сальери и сальери продвигал итальянскую музыку а моцарт стал первым кто написал немецкоязычную оперу это похищение из сирали что касается этой квартиры еще раз показываю вам дом сейчас музей здесь на всех этажах квартира дорогая но моцарта часто не было денег несмотря на хорошие заработки и приходили соседи друзья в гости к моцарту а он кружится вальсирует со своей женой констанцией но не потому что холодно не потому что весело вернее потому что холодно почему холодно потому что квартир платить за отопление было нечем такой парадокс да как сейчас бывает что наберут машины кредит на бензин денег нет так вот случилось тогда и с моцартом что касается посещения дома моцарта на любителя очень хороший музей в зальцбурге в доме где родился моцарт и туда советую сходить там есть оригинальные предметы которые действительно ему принадлежали и одежда инструменты здесь в вене в музее моцарта ни одной вещи нет которая принадлежала ему в действительности почему нет потому что он умер в долгах и все было распродано до последнего стула констанция кстати жена его в моцарте не видел абсолютно никакого гения тоже так парадоксально она считала гением зюсмайера это был ученик моцарта который жил с ними в квартире до моцартова обучал и говорят что у констанции даже была связь констанция наконец-то выполняет свою мечту я мечта была какая такая она мечтала стать варианткой моцарта был простолюдином и она выполняет свою мечту она выходит замуж за обедневшего аристократа фон нисона и они делают они начинают продавать рукописи моцарта и делают на этом целое состояние что покажу куда мы вышли может быть кто-то узнает это место конечно это собор святого стефана отсюда все начиналось отсюда начиналось вены это географический центр и самая старая точка вокруг собора появились первые крестьянские дома 1137 год вот это официальный отсчет строительства собора и вены основание вены собор должен был быть симметричный видите южная башня торчит со шпилем справа это северная башня северная башня она осталась недостроена потому что здесь работал ганс пугсбаум архитектор знаменитый и чтобы поскорее закончить он работал и днем и ночью и днем и ночью он работал и ночью ему кто мог мешать ну конечно дьявол и вот этот дьявол взял обещание с моцарта не упоминать имена святых и взял обещание с архитектора не упоминать имена святых и архитектор не упоминал ну вот как-то работал всю ночь здесь на соборе и утром увидел случайно с вышки оттуда сверху что на службу проходит здесь вот по этой улице его возлюбленная он ее конечно позвал и девушку звали по трагической случайности мария он закричал мария мария и тут же упал с этого собора так навсегда башня осталась незаконченной вот такая вот интересная легенда стефан кто был тоже многие спрашивают святой стефан это вообще первый мученик которого забили за веру он принял христианство и у ворот юрусалима юрусалима его забили камнями но это было еще такое время когда христианство не было принято я подошла к маленькой часовенки здесь сейчас я вам покажу возле вот этой часовне нахожусь в этой часовне святого креста выставляли для прощания тела моцарта вот там видите табличка с его профилем здесь с ним прощались вся вена пришла попрощаться но ни один человек не поехал на кладбище моцарт был захоронен в гордом одиночестве почему потому что кладбище находились тогда за пределами городской стены умер он в декабре и похороны были назначены на четыре часа дня это на самом деле уже темень да то есть люди понимали что в четыре уже закрываются городские ворот и попасть обратно в город выехав на кладбище бесплатно никто не сможет платить никто не захотел за открытие ворот дополнительно и даже констанция не поехала моцарта хоронить и похоронили нашего бедного моцарта в могиле для бедных потому что тогда были могилы не хоронили по 8 человек одновременно это было время французской революции да и в австрии оси второй император брат очень боялся что и здесь будет революция и экономили экономили на свечках в церкви потом и церкви стали закрывать да если церковь допустим не имеют при себе школу и придумали даже многоразовые гробы гробы многоразового использования представьте когда дергаешь за ручку открывается дно и человек падает вниз прямо в могилу а гроб можно использовать бесконечно гробы экономные или многоразового использования по-немецки звучат как club sarg такая жуткая вещь поэтому мы не знаем точно где могила моцарта это было в кладбище святого марка сейчас это третий район вены и к сожалению до могила это такая печальная история случилось мы с вами двигаемся дальше там кстати в этой часовне проката возле которой я стояла есть подземная лестница и по этой лестнице можно уйти в катакомбы потому что в соборе святого стефана есть катакомбы где захоронены люди раньше они по были похоронены здесь вокруг собора было кладбище потом кладбище упразднили и решено было перезахоронить всех внизу и вот соборе даже иногда проводятся экскурсии так что можно записаться посмотреть да и иногда люди любят все такие страшные вещи так я сейчас покажу куда мы идем то есть я нахожусь сейчас возле собора еще вам покажу разок его с этой стороны вот он собор святого стефана южная башня высотой сто тридцать шесть метров на которую можно подняться триста сорок три ступеньки преодолев для спортивных туристов а кстати на северную башню которую он вначале показывала недостроенную можно подняться при помощи лифта и оттуда очень хороший вид панорамный на крыше вены на все достопримечательности и здесь вот есть дверца видите с крестиком на нем можно нажать на эту ручку и попасть в такой маленький дворик где находится одно из моих любимых кафе has and has скоро откроется можно будет сидеть в этом чудесном дворике здесь можно себе чайпитие заказать попить чай с самовара по-русски можно сделать китайское чайпитие ну в общем вы поняли и здесь такой замечательный дворик квадратный все дворы в вене квадратные здесь было очень удобно парковать лошадей извозчиком но сейчас тоже стоят ведь железные кони и более современные 20 20 21 века мы идем с вами следующий дворик я очень люблю что в вене можно бродить с одного дворика в другой нету тупиков такие лабиринты где можно потеряться наверное да и вот этот шикарный дворик сейчас мы здесь осмотрим принадлежит монастырю тефтонского ордена может быть кто-то помнит этих тефтонцев которые участвовали в ледовом побоище ледовое побоище вопрос на миллион когда было да александр невский там участвовал на чудском озере было ледовое побоище 1242 год и рыцари ушли все под землю потому что у них были очень тяжелые железные доспехи и вот эти тефтонцы получили какой красивый вид я вам показываю наш пиль собора святого стефана отсюда из этого дворик дворика а тефтонцы получили возможность основаться обосноваться здесь в вене и глава тефтонского ордена сейчас называется глава немецкого ордена располагается в вене во время наполеоновских войн они бежали император франц австрийский подарил им церковь и это место повсюду здесь видите стоят кресты на стенах здесь живут вот эти монахи хоть рыцари уже у нас нет тоже повсюду эти плиты раньше были погребальные и вот здесь вот кстати сдаются квартиры то есть кто-то в отеле в вене живет а можно пожить при монастыре снять квартиру да и самый знаменитый квартиран здесь в монастыре тефтонского ордена был моцарт снова у нас экскурсия сегодня похожи по моцарту когда моцарт уехал из альцбурга в вену он жил здесь при монастыре первый год в 25 лет он уехал потому что он не хотел больше писать музыку церковную соборную для архиепископа зальцбурга он хотел быть знаменитым поехал в столицу всем рискнул ну и не оплошал молодец и конечно архиепископу зальцбурга не очень все это понравилось и он отправил погоню за моцартом и 30 человек 30 священников приехала чтобы моцарта возвратить и он не знал как же от них отдел отца и тогда моцарт решил их обругивать и один из священников граф колоредо аристократ не выдержал и дал пинок под зад моцарту и вот здесь вот это якобы произошло моцарт улетел с лестницы и стал отряхнулся сказал спасибо я сейчас присела это был реверанс на кто не понял сказал спасибо стал отряхнулся наконец-то я уволен то есть он посчитал если ему дали пинок под зад то это его официальное увольнение вот такая интересная история на еще раз полюбуемся видом здесь же есть концертный зал вот я через окошко попробую его показать не знаю будет ли что-то видно надеюсь что вам что-то видно вот в этом камерном маленьком зале моцарт давал свои первые концерты здесь есть фрески 18 века здесь квартет на четыре человека играют музыку моцарта на музыкальных инструментах времен моцарта по вечерам они играют ну вот когда карантина не было каждый вечер 20 15 по моему здесь продаются билеты моцарт house называется вот такая вот классная история да и сейчас посмотрим если можно заглянуть в эту церковь тектонского ордена я бы тоже хотела вам конечно ее показать я думаю что эфир этот продлится час я если честно не вижу время даже не знаю сколько я уже проговорила а вот здесь видите святая елизавета которую почитают титонцы и вход в церковь попробуем заглянуть хотя бы немножко вам покажу вроде никому нет значит я захожу церковь тектонского ордена относится к 13 веку и здесь были захоронения рыцарей видите вот эта плита на входе раньше поднималась и туда хоронили рыцарей потому что все рыцари когда уезжали в дальние страны цвету землю в крестовые походы конечно они все хотели быть захороненными на родине и говорят что их тела вываривали в красном вине доставали останки кости и уже кости эти сюда свозили и хоронили но проблема в том что в этой церкви не тяжело было очень сидеть и прихожане очень жаловались нечем было дышать запахов разложения и решено было замуровать этот склеп но рыцари якобы под нами и на стенах здесь вот эти мраморные плиты с изображением рыцарей которыми были захоронены рыцари тоже вокруг церкви здесь тоже было кладбище и на стене повсюду смотрите это гербы гербы рыцарей тевтонского ордена то есть аристократы которых посвящали в этот орден здесь могли поместить свой герб навечно сейчас рыцари конечно нет аристократ титул аристократические тоже все отменены 1918 года церковь осталась и да все отменены аристократические титулы но остались тайные сообщества масонские ложи и есть в вене еще орден золотого руна может кто то слышал про этот орден в этот орден входили сначала бургундские аристократы то есть французские потом с 15 века уже и немецкие аристократы и австрийские аристократы и сейчас этот орден существует он поддерживал габсбургов и вот в этой церкви тевтонского ордена встречаются братья ордена золотого руна у них такие цепочки золотые где висит вот этот овечка до шерсти овцы золотой сказочной за которой гонялись органавты якобы они здесь встречаются кстати в венской сокровищнице здесь есть вот эта комната с ордена золотого руна и можно там увидите колье главы ордена и цепи которые носят брать братья то есть на все какие-то праздничные мероприятия на мессы которые в этой церкви проходят сообщество забирает эту атрибутику из музея здесь просто предоставляет эти как повезло никого нет я смогу спокойно вам здесь все рассказать показать ну что еще раз показываю я сейчас ненадолго хочу включить комментарии посмотреть что вы мне там напишите может быть кто-то напишет сколько времени буду рада если кто-нибудь напишет сколько времени сейчас потому что у меня нет часов и знает сколько я веду уже эфир включила комментарии напишите пожалуйста сколько сейчас времени и что я успею еще показать или уже ничего не успею я рада что вам нравится у меня здесь в вене в центре вены 4 маршрут разработана по два часа 15 47 46 отлично значит у нас есть еще немножко времени я смогу вам еще что-нибудь показать обязательно для нас есть немножко времени видите здесь крыша собора святого степана с гербом франца 1 1831 год написано вот эта черепица она сделана была в богемии в чехии 250 тысяч крашеная ведь уже конечно отреставрированная потому что собор святого степана горел собор горел в сорок пятом году когда освобождали вену но не войска подожгли а вокруг вот здесь вот во всех зданиях были у нас магазины и было конечно мародерство в этих магазинах и венцы чтобы скрыть все эти мародерство поджигали собор и крыша рухнула но слава богу в соборе были сохранены все важные вещи да такие как кафедра алтари потому что они были замурованы замурованные в палатке из красного кирпича и все это сохранилось здесь кстати показано оригинально как реставрируется собор как он реставрировался я вот живу вене 14 лет мы езжу в вену уже наверно лет 16 и ни разу еще не видела собор без лесов эта стройка которая не закончится никогда видеть как раз как собор выглядел когда сорок пятом после разрушения и стройка это не закончится наверное когда потому что собор очень хрупкий вот этот песчаник очень хрупкий материал из которого строят готические сооружения он впитывает он как губка в себя все впитывает смотрите улочки вены вижу ваши благодарности я еще не совсем закончила да еще немножко покажу что нибудь но очень рада очень рада буду делать значит такие экскурсии конечно сейчас многие сидят дома делать особо нечего я тоже не часто выхожу город здесь вот на соборе тоже изображены различные плита под которыми были похоронены аристократы сейчас покажу город вход в собор наверное я внутрь уже не смогу зайти потому что там будет много людей мне нужно будет одеть маску маски конечно не очень удобно говорить покажу эти ворота целиком называются эти ворота портал гигантов якобы здесь когда рыли котлован для строительства нашли гигантскую кость мамонта и две языческие башни потому что здесь когда-то говорят когда-то здесь был языческий храм здесь обычно стоят фиакры вижу просите показать грабан знакомый венский ветер да кстати первое название вены знаете какое вид до бона это был римский город назывался виндобона переводится как ветреный город действительно сегодня на этой площади могу подтвердить сильный ветер поэтому виндобона это точно собор мы с вами сходим но наверное в другое в другой эфир другое время потому что чтобы рассмотреть все прелести собора нужно тоже около часа за пять минут не посмотришь давайте я вам лучше по вашей просьбе пройду покажу грабы до пешеходной улице немножко да и собор издалека чтобы вы тоже немножко по улицам центральным погуляли но я обязательно сделаю эфир по имперской вены ну и тайны старые вены я вам не все рассказала не все показала давайте с вами отдельно я сделаю обязательно анонс на онлайн экскурсию где мы сможем с вами еще пройти по тайнами я покажу вам дом знаменитый дом василийска дом где жил прекрасный августин помните не прекрасно милый ах мой милый августин 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 помните такую песенку оказывается ведь это венский тоже персонажи все здесь видно кертнар страссы вене по улице можно ходить без маски магазины в метро нужно везде заходить маски ну и держать расстояние одного метра также полиция вводит и проверяет аусвайсы то есть документы если люди идут вместе до что обязательно должна быть прописка предъявлено если люди живут вместе то есть подружкой нельзя встретиться такая история значит это гернар страссе справа грабан эфир сохраню конечно сохраню давайте еще раз собор посмотрим я специально отошла с собором святого стефана такая проблема что как не встань целиком его очень сложно захватить сфотографировать очень сложно с ним конечно связано очень много легенд например что строился собор на фундаменте всего три с половиной метра почему три с половиной на потому что дальше не строили в этот год был очень плохой урожай вина все вино было кислое и правитель австрийский повелел всем виноделам привести кислое вино им залить фундамент так собор построен на этом фундаменте такая интересная история вижу благодарности что вам нравится рядом с собором помните вот это вот здание кто был в вене стеклянное многие ругаются как в вене можно было построить такое некрасивое современное здание рядом со старинным собором святого стефана ну сейчас не строят в готическом стиле не в готическом не строят а здесь идея такая что когда идешь собор к собору со всех улиц в зеркальном фасаде видите отражается собор сейчас чуть-чуть сейчас чуть-чуть видно интересно да стараюсь вам передать атмосферу вены сейчас когда нет туристов очень мало людей в центре чувствуется вот эта атмосфера неспешности конечно ли людям многим уже некуда спешить что они сидят без работы конечно даже в австрии большая безработица конечно говорят что полмиллиона человек остались без работы ну не будем о грустном все пошли кофе варить скоро у нас откроются кафешки с первого мая вот я думаю что в летниках точно все будут сидеть конечно внутри в маске наверное никто не захочет сидеть потому что как кофе пить маски вот это я не очень себе представляю спасибо за чудесный фир да я очень рада что вам нравится пожалуйста не отписывайтесь от меня я буду делать вам тогда еще больше экскурсий обязательно обязательно все это сохраню да вот отсюда тоже классный вид на собор время хорошо большое спасибо что держите меня в курсе еще показываю вам разок вену и я сохраняю эфир до вынуждена уже закончить мышь там заканчивается наше время чтобы эфир этот сохранился люблю вас моя аудитория дорогие мои до всех целую всем пока я конечно жду вас в вене с вами была влада венский искусствовед